После странных переговоров Путина и Лукашенко, прошедших на днях, для публики было представлено пояснение того, что там происходило. Итак, Лукашенко приехал в Москву обсуждать компенсацию ущерба, который был нанесен экономике республики в результате налогового маневра РФ с экспортными пошлинами на нефть. Смысл этого мероприятия заключается в том, что Москва балансировала экспорт и внутренние потребности в нефти этими самыми пошлинами. То есть был создан механизм сдерживания, чтобы нефть оставалась в стране для внутренних нужд. Но по мере проседания цены на мировых рынках вполне реальной стала ситуация, когда экспорт станет просто убыточным, и тогда пошлины были отменены. Минск же на время действия этих пошлин получал нефть по внутренним ценам РФ, перерабатывал ее и экспортировал уже нефтепродукты с достаточно высокой прибылью. Отмена же пошлин срезала эту дельту, и по разным оценкам это стоило Беларуси около 10 миллиардов долларов потерь, что для нее очень много. С учетом того, что остальная промышленность просто не вытягивает наполнение бюджета, то вопрос встал очень остро. Оказалось, что выстроенная Лукашенко модель экономики просто не готова к такому повороту событий, и никаких альтернатив указанным схемам нет и не предвидится, поскольку для другой белорусской продукции рынки, кроме российского, закрыты. Вот именно эту проблему Лукашенко поехал решать. В свою очередь Москву интересовали пути реализации соглашения о создании союзного государства, что и обсуждалось за закрытыми дверями. Практика дипломатических отношений гласит о том, что первые лица государств назначают встречу тогда, когда почти все вопросы нашли свое решение, и они только уточняют какие-то детали, после чего подписывают соответствующие соглашения. Здесь все было иначе. Оказалось, что позиции сторон были настолько различными, что встреча прошла в режиме обмена мнениями, или проще выслушиванием взаимных претензий. Похоже на то, что претензии были слишком тяжеловесными, чтобы доверить их обсуждение вторым или третьим лицам. Результатом встречи стала договоренность о еще одной встрече до Нового года, когда и должны будут приниматься соответствующие решения. Состоится эта встреча или нет, увидим. Дипломатическая этика предполагает маневр в виде «запланированная ранее встреча перенесена на более поздний срок». Если же она таки состоится, то интересно будет увидеть, какие именно пути будут избраны для снятия взаимных претензий. «Минску нужны деньги, а Москве – объединение». Об этом прямо говорил премьер РФ Медведев, а в Москве уже презентовали тексты музыку гимна этого союзного государства. Параллельно анонсировано изменение Конституции РФ. По всему видно, что сейчас встал вопрос о полной утрате суверенитета Беларуси. Скорее всего, Лукашенко выслушал ультиматум. Уж очень много событий укладывается в такую канву. И теперь интересно, как он себя поведет. Здесь вместно вспомнить, как он браво рассуждал о ситуации в Украине, когда мы оказались примерно такой же по тяжести ситуации, хоть она имела другой вид. Тогда он выглядел уверенным и бравым воякой. Вот как раз и пришло время выяснить, насколько у него соотносится умение рассказывать яркие истории и ворочать мешки. Итак, цитаты Лукашенко. «Я в страшном сне, не дай бог. Представляю себе, как это могло произойти с Беларусью. Вы знаете, если бы даже наши военные поступили так, как украинские, сидели как мыши под веником на своих базах, Это, конечно, трудно представить Беларуси. Я первый, в одиночку бы пошел воевать. Я президент. Меня избрал народ именно для этого, чтобы я защищал свою землю. Нет президента. Есть исполняющие обязанности и другие. Они должны были защищать свою землю». «Это было сделано вашим руководством?» «Нет». «Военными это было сделано?» «Нет». «Спокойно сложив лапки, половина сдалась. Как сейчас украинцы руководители отмечают, половина спокойно выведена из Крыма. Крым был отдан. Это ли не де-факто признание того, что сегодня Крым, как минимум, не территория Украины?» «И всем, кто упрекает сейчас Россию, она может прямо сказать, «Родные мои, да позвольте, поведение украинских властей и военных в Крыму говорит о том, что это не их земля. И россияне будут правы». Конец цитирования. Что же, воздух модулировать, не тяжести носить. Пусть теперь Кремлевский подпевало покажет всем свои ФБРЖ. Правда, результат показа вполне прогнозируем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова